Здравствуйте, дорогие первоклашки! Рада вновь вас приветствовать на уроке русского языка. А теперь, как всегда, определим тему нашего урока. Взгляните, пожалуйста, на экран. Здесь у нас три коробочки. В одной из этих коробочек спрятаны конфетки. А в какой нам нужно определить? Они закрыты, поэтому мы их не можем видеть. Возможно, мы определим по схемам, которые даны к этим картинкам. Как вы думаете? Попробуем? Давайте посчитаем звуки в слове конфета. Первый звук – К, второй звук – А, третий звук – Н, четвертый – Ф, пятый – Э, шестой – Т, и седьмой звук – А. Получается семь звуков. Мы произносим конфета, а на письме первый звук – А, обозначается буквой О. Посмотрим, ребята, на наши схемы. Все схемы выглядят одинаково. Во всех трех схемах есть три гласных звука и четыре согласных. Все три схемы разделены на три слога. В чем же их отличие? Наверное, вы обратили внимание, что над каждой схемой есть вот такая маленькая черточка. Что же это за черточка? Как раз о ней мы сегодня с вами и поговорим. Эта черточка, ребята, называется ударение. Ударение – это выделение одного из слогов в слове сильным голосом. Давайте постараемся определить, какая из схем соответствует нашему уроку, то есть в которой верно определено ударение. Я по очереди буду выделять звуки, а вы послушайте, правильно ли произносится слово. В первом случае у нас ударение стоит на первом звуке, то есть конфета. Так мы не говорим, значит эта схема нам не подходит. Обратим внимание на последнюю схему. Конфета. Так мы тоже не говорим, значит последняя схема нам тоже не подходит. А теперь выделим второй слог в этом слове ударением. Конфета. Здесь у нас получилось правильно произнести слово, то есть ударение в этом слове падает на второй слог, на звук «э». Ребята, еще раз повторюсь, ударение – это выделение в слове одного из слогов. Как бы небольшим молоточком мы отмечаем это слово. Сегодня нам поможет определять ударение вот такой гномик, у него в руках молоточек, он нам будет помогать определять ударные слоги, то есть наносить небольшой удар по тому звуку, который нужно выделить. Открывайте, пожалуйста, свои учебники на страничке 20. Здесь вы видите у нас героев одной известной басни. Если вы с ней еще не знакомы, я вас познакомлю. Это герои басни «Квартет». Здесь животные собрались и хотели играть на различных музыкальных инструментах, но у них не было музыкальной грамоты, они не учились в музыкальной школе, поэтому ничего у них не получилось. К ним прилетел Соловей, он ими объяснил, что для того, чтобы стать музыкантом, нужно учиться в музыкальной школе. А мы с вами, чтобы стать хорошими, приверженными учениками, учимся в школе. Каждый день получаем новые знания и становимся успешными. Речь у нас сегодня на уроке пойдет о музыкальных инструментах. На примере музыкальных инструментов мы сможем определять ударение в словах. Эти музыкальные инструменты изображены в вашем учебнике. Давайте послушаем их звучание. Первый инструмент – это кяман-ча, второй инструмент – гармонь, третий – гавал, четвертый инструмент – бубен, пятый инструмент – барабан и последний – гитара. Послушаем их звучание. Вот так звучат эти музыкальные инструменты. Обратите внимание, что в каждой схеме проставлено ударение и записана схема этого предмета, кроме двух последний – барабан и гитара. Сейчас мы к ним составим с вами схемы и верно определим ударение в этих словах. Итак, слово «гитара». Первый звук – ги. Изображаем его квадратиком, так как это согласный звук. Второй звук – ги, он гласный, обозначаем красным кружком. Это наш первый слог. Дальше идут звуки т, а. Опять идет сначала согласный, потом гласный звук. Нам нужен один квадратик и один красный кружок. Последний звук – ра. Здесь тоже один согласный звук ра и один гласный а. Изображаем. У нас получилось три слога, так как у нас три гласных звука. А теперь попробуем определить ударение. Гитара. Я выделила голосом второй гласный звук, то есть второй слог. Поставим ударение. Это маленькая черточка, которая обозначается надгласным звуком. У вас здесь еще есть два предмета. К слову «барабан» составьте, пожалуйста, схему самостоятельно и определите ударный слог. Произнесите слово «барабан» и постарайтесь выделить тот слог, который мы произносим с большей силой. Барабан. Обратили внимание? Верно, это последний слог. А мы идем с вами дальше. Здесь у нас, ребята, есть изображение других музыкальных инструментов, которые вы не встретили в ваших учебниках. Первый – это арфа, второй – труба и последний – это маракасы. Постараемся составить схемы и обозначить ударение. В слове «арфа» у нас четыре звука. Из них два гласных – первый и последний. У нас получилось два слога. Определим ударный звук. «Арфа» – голосом мы выделяем первый гласный звук, обозначаем ударение. В этом слове ударение падает на первый слог. Теперь составим схему к слову «труба». Первый звук – «т» согласный. Второй звук «р» тоже согласный. Третий звук «трубу» – звук угласный, обозначаем красным кружком. Это наш первый слог Теперь второй слог БА Здесь у нас согласный звук Б и звук А Обозначим их на схеме А теперь обозначим ударный слог Труба Я выделила голосом звук А Значит ударение падает на него Здесь у нас ударение, ребята, попало на второй слог Если в первом слове ударение падало на первый слог Во втором слове ударение попало на второй слог И последнее слово это Маракасы Определим количество слогов и звуков в этом слове Маракасы получается четыре слога В каждом из них есть и согласный и гласный Составим соответствующую схему И последний звук И У нас получилось четыре слога в этом слове В первом слоге два звука, во втором два, в третьем и в четвертом Теперь обозначим ударение Маракасы Я выделяю голосом третий слог Значит ударение падает на третий гласный звук в слове В третьем слове у нас ударение попало на третий слог А это говорит о том, что ударение может падать на любой слог В зависимости от того, какой мы выделяем голосом А теперь пойдем дальше Сейчас, ребята, мы потренируемся в письме Приготовьте ручки И начнем писать Сегодня у нас небольшие закругленные элементы Где есть закругление и сверху, и снизу Постарайтесь аккуратно их писать Чтобы у вас получился красивый почерк в будущем Начинаем сверху Опускаем вниз и поднимаем хвостик Еще раз Сверху головку делаем Опускаем вниз, закругляем Сверху ровно вниз, закругляем Итак, продолжаем до конца строки На второй строке у нас закругление Которое поворачивается то в одну, то в другую сторону То сверху, то снизу Нужно выписать целую строчку Сверху ровную линию вниз Ровная линия, закругленная внизу Сверху ровная линия вниз Ровная линия, закругляем кверху На следующей строке у нас закругленная линия Которая доходит до строки верхней Начинаем сверху, закругляем И доводим до верхней строчки Начинаем сверху, закругляем Доводим до верхней строчки Итак, продолжаем до конца строки. Следующие плавные линии у нас чуть повыше. Они похожи на те, что расположены в первой строке, но они чуть выше. Итак, сверху начинаем, ровно опускаем вниз, закругляем. Начинаем сверху, ровно вниз и закругляем. И еще раз. И так до конца строки. Мы сейчас составляли с вами схему к слову маракасы. Здесь они у нас нарисованы. Вы можете их нарисовать и раскрасить. Как вы видели, эти предметы очень яркие. Разноцветными карандашами будет выглядеть очень красиво. Для этого нам нужно сделать овал, сделать к нему небольшую ручку, полукруги и внутри маленькие кружочки. Еще раз. Нарисовать овал, небольшую ручку, полукруги и внутри тоже делаем кружочки. Итак, продолжаем до конца строки. На этом, ребята, наш урок подошел к концу. Напомню вам, что сегодня мы говорили об ударении. И ударение – это выделение в слове одного из слогов более сильным голосом. Ударение может падать на любой слог, в зависимости от того, какой мы выделяем голосом. А я с вами прощаюсь. До скорых встреч! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами обобщим знания, полученные на предыдущих уроках. Давайте с вами посмотрим на экран. Перед нами двое детей. Лала и Самир. Лала и Самир решили посчитать фигуры геометрические. Лала считает, что среди данных фигур 4 желтые фигуры и 5 синих фигур. А Самир считает, что среди данных фигур 6 зеленых и 4 красные. Чтобы выяснить, кто из детей прав, а кто не прав, давайте выясним, как считает Лала. Она считает, что у нас 4 желтые фигуры и 5 синих фигур. Посчитаем и выясним, права она или нет. Сколько у нас желтых фигур? 1, 2, 3, 4, 5. 5 желтых фигур, а Лала считает, что их 4. Проверим синие фигуры. Лала считает, что синих фигур 5. Посчитаем. 1, 2, всего 2 фигуры. Значит, Лала наша считает, правильно или неправильно? Конечно, неправильно. А теперь проверим Самира. Самир утверждает, что 6 зеленых фигур. Давайте посчитаем зеленые фигуры. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Правильно. А сколько красных фигур? Самир считает, что их 4. Посчитаем. 1, 2, 3, 4. Значит, Самир оказался прав. Так кто же из детей считает неправильно? Конечно, это наша Лала. Она ошибается. Очень хорошо. Посмотрим дальше. Сосчитайте предметы в каждой коробке и установите соответствие. Давайте сделаем это следующим образом. Наша первая коробка, как мы видим, пуста. А раз она пуста, значит в ней ничего нет. Поэтому наша десятичная клетка пустая. Ничего нет мы выражаем через число 0. Давайте соединим. Правильно. Теперь посмотрим на вторую коробку. Вторая коробка. В ней имеется всего лишь одна машинка. Один грузовичок. Найдем на нашей десятичной клетке один кружочек. Соединим. И найдем цифру какую? Правильно, цифру 1. Соединим. Следующая коробка. В ней три игрушки. Раз, два, три. Найдем три кружочка на десятичной карте. Соединим. А также найдем число 3. Соединим. Следующая наша коробка. В ней сколько мячей? Раз, два, три, четыре. Четыре мяча. А это означает 4 кружочка. Раз, два, три, четыре. На десятичной нашей карте. Соединим. И найдем число 4. Также соединим. А теперь выполним следующее задание. Самир живет на четвертом этаже. А Анар, к которому он собирается в гости, живет на десятом этаже. Какие этажи должен проехать на лифте Самир, чтобы подняться к Анару? Представим кнопки нашего лифта отдельно. Давайте посчитаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. А теперь давайте по порядку посчитаем. Первый, второй. Считаем вместе со мной. Третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. Отлично. Теперь определим, на каком этаже живет Самир. Он у нас по условию живет на четвертом этаже. Найдем цифру 4. Он должен подняться на десятый этаж. Давайте поднимемся, начиная с четвертого этажа. Четвертый, следует за ним пятый этаж, затем шестой, затем седьмой, затем восьмой, затем девятый и, наконец, десятый. А теперь посчитаем, какие этажи он должен проехать. Пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый. Эти этажи должен проехать Самир, чтобы подняться к Канару. Все верно, молодцы. Теперь такое задание. Апесины разложены в корзины в определенном порядке. Сколько апельсинов должно быть в третьей корзине? Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Мы не знаем, сколько апельсинов должно быть в третьей корзине. А чтобы определить, внимательно посмотрим на порядок расположения апельсинов слева направо. В первой корзине сколько апельсинов? Один, два, три, четыре, пять, шесть. Во второй корзине. Один, два, три, четыре, пять. Заметили, что произошло с апельсинами? Верно. Что с ними происходит? Они уменьшаются. На сколько уменьшаются? На один уменьшаются. Значит, в третьей корзине сколько апельсинов должно лежать? Шесть, пять, правильно, четыре апельсина. Теперь посчитаем. Один, два, три, четыре. Следующая корзина. Один, два, три. Три апельсина. И, наконец, в последней корзине сколько будет апельсинов? Раз, два. Два апельсина. Теперь откроем рабочую тетрадь и выполним задание номер один на страничке 22. В каждом куске арбуза должно быть десять семечек. Дополни рисунок точками. Сделаем это вместе. Итак, наша первая долька. Сосчитаем, сколько точек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Мы должны довести до десяти. Считаем дальше. Восемь, девять, десять. Отлично. Вторая долька арбуза. Посчитаем, сколько точек. И дополним до десяти. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Теперь посчитаем, сколько у нас семечек в третьей дольке арбуза. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и десять. Отлично. Молодцы. Вот мы с вами дополнили данные рисунки. А теперь выполним на следующей страничке номер пять. Мы должны вставить пропущенные в предложениях слова. Перед нами картина. Дети стоят в очереди. Что они покупают? Правильно, они покупают мороженое. Как стоят дети? Давайте посмотрим. Аяз, Айнур, Анар, Эльхан, Лала, Самир, Сабина. Давайте теперь посчитаем детей по порядку. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Хорошо. А теперь ответим на следующий вопрос. Айнур стоит в очереди второй. Найдем нашу Айнур. Первый, второй. Вот она, Айнур. Она вторая в очереди. Теперь давайте определим место Самира. Самир стоит в очереди. Посчитаем. Вот наш Самир. Найдем его место в очереди. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Значит, Самир у нас в очереди. Шестой. Так как вы пока словами писать не умеете, напишем это цифрой. Но скажем, что он шестой. Между Айнур и Лалой сколько детей? Найдем Айнур. Вот наша Айнур. Найдем нашу Лалу. Вот наша Лала. Сколько детей между ними? Посчитаем. Раз, два, двое детей. Напишем цифру два. Теперь ответим на следующий вопрос. В очереди перед Сабиной стоят сколько детей? Найдем нашу Сабину. Вот она. Посмотрим, сколько детей стоит перед Сабиной. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть детей стоят в очереди перед Сабиной. Запишем число шесть. Ну и наконец ответим на последний вопрос. В очереди после Анара стоят сколько детей? Найдем Анара и определим. В очереди после Анара сколько детей стоят? Раз, два, три, четыре. Четверо детей стоят в очереди после Анара. Запишем число четыре. Молодцы, ребятки. Ну, на этом наш урок подошел к концу. Напоследок я вам хочу дать следующее задание. В рабочей тетради на страничке 22 выполните номера два, три, четыре. А на страничке 23 номер шесть. Всего хорошего. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»